Приветствую вас! Мне кажется, что проблема поднимается вами не совсем вверх. Вы говорите, что у меня проблема с самооценкой из-за быстро забранного веса. Видите ли, в жизни бывают такие ситуации, когда человек набирает вес. Бывает, когда человек скидывает вес. То есть по-разному ситуации случаются. И вес, также как и внешние данные, это по сути дела то, что дарит нам общество. То, что несут за собой стереотипы, определенные стереотипы. То есть, вот например, у вас есть стереотип, да, который вам дало общество, что вы должны быть там тонкой, например, да, вы должны быть худой и так далее. При этом, обществу, по большому счету, не важно, нравится ли вам такое состояние, нравится ли вам такая оппозиция, нравится ли вам такая конституция тела, устраивает ли она вас. Это общество не волнует. И потому, если бы у вас с самооценкой все было бы в порядке изначально, а не из-за набранного веса или из-за чего бы то ни было еще. Я думаю, что никакой бы вес и никакие изменения вашего тела не привели бы к тому, что вы стали бы, например, хуже о себе думать и так далее. То есть, дело здесь в том, что самооценка у вас была, ну, скажем так, не поверенная, а склонна к тому, чтобы ее занижать. Еще раньше, еще до того, как начались проблемы с весом. И да, проблему с самооценкой можно решить онлайн. Да, для этого требуется определенная работа, да, для этого требуется определенное время, тихо-эмоциональные усилия. Чтобы не быть голословным, чтобы не быть голословным, я дам вам несколько направлений, которые вы можете, в принципе, реализовывать уже самостоятельно, да, исходя из того, что я сказал. И одно из этих направлений, в принципе, я уже отлучил. Это направление в понимании того, откуда появились стереотипы. Что такое стереотипы? Почему общество их несет? И как эти стереотипы влияют на жизнь? На нашу с вами жизнь? Как эти стереотипы влияют на общественную жизнь? На человека? На человека? На его восприятие себя? И так далее. Это первое. Второе. Второе направление, в котором вам нужно двигаться, это направление следующее. Значит, вы стали думать о себе хуйб. И-то направленного веса. То есть вы перестали себе нравиться. Чем и почему? Важно определить, чем именно продиктована ваша антипатия. Ну, такая вот антипатия. Именно к себе. То есть чем она продиктована? Почему она у вас есть, эта антипатия, к себе? Продиктована ли она, скажем, общественными взглядами, теми самыми, о которых я говорил? Или она продиктована тем, что вы сами себе не нравитесь. Вы сами хотите видеть себя немножечко другой. В любом случае, вне зависимости от этого, вне зависимости от того, как обстоят дела с важным неприятием себя, это нужно вычленить. Для того, чтобы не только понять и увидеть причину вашего неприятия себя, но и при этом понимать, в какую сторону двигаться. Потому что в зависимости от природы этого неприятия, в зависимости от природы этого неприятия, значит, выбираются и средства. Средства, которые используются для преодоления этого самого неприятия. То есть, постарайтесь отнестись к этому вопросу довольно серьезно. Вот. Постарайтесь отнестись к этому аспекту довольно тщательно. Потому что это очень важно. Далее, надеюсь, попробуйте после этого определить для себя, чем же вы все-таки себя не устраиваете. Почему же вы все-таки отказываетесь себя принимать. Почему вы все-таки не хотите себя принимать, не желаете этого сделать. Что вам мешает? Постарайтесь подумать. Это очень важно. И вот, исходя из того, что вы пишите, исходя из вашей позиции, исходя из ваших установок, опять-таки, опять установок, да? Мы, то есть, вы и выбранные вами специалисты, будем работать с вашей установкой. И именно в таком ключе мы сможем вам помочь с этим справиться. Мы сможем вам помочь преодолеть негативное восприятие себя. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Значит, онлайн. Онлайн это сделать можно. Для этого мы, в принципе, и здесь. Для этого мы, в принципе, и находимся на этом ресурсе, чтобы помогать онлайн. Так что, обращайтесь, забирайте эксперта и работайте с ним по тем направлениям, которые я вам озвучил. И я думаю, что у вас незамедлительно появится результат. Ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok